Расширение участка, пожалуй, самой загруженной федеральной трассы шло весь сезон и продолжится в следующем году. К концу лета 2022 здесь будет полноценная четырехполосная дорога с разделительным барьерным ограждением. Уже сейчас приступили к монтажу современных линий освещения. На трассе, по которой каждые сутки проезжает более 20 тысяч машин, должно быть комфортно и безопасно даже в ночное время. Сделали 6 километров освещения. Мы завершаем работу со стороны подъезда от Чуйского тракта к Старому мосту. В этом году мы 20 октября заканчиваем и вводим по итогам ремонта мост Старый Черезобь. Стоит отметить, что общая протяженность федеральных автодорог в крае около тысячи километров. На их ремонт ежегодно направляет порядка 5 миллиардов рублей. Давайте констатируем, что сеть федеральных дорог у нас приросла с прошлого года. По сути, там, по-моему, примерно с осени 2020 года. Вот она теперь такая, значит, базовая сеть такая есть. Больше тысячи километров. Содержание, ну, все осуществляется по нормативам. Преображение Чуйского тракта, отметил глава региона, будет способствовать развитию туризма, сельского хозяйства и промышленности. Дмитрий Дроздов, день с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...